Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Прибрежный. Глава Самары Елена Лапушкина оценила ход строительства объекта. На сегодняшний день к зданию подводятся коммуникации. Завершен монтаж каркаса. После прошлого визита вашего закончили полностью металл. Сейчас мы его грунтуем. Включили договор с пожарной лабораторией от МЧС. И с подрядчиком, кто будет выполнять огнезащиту. В новом спорткомплексе будут спортивные и тренажерные залы. Их укомплектуют необходимым снаряжением. Предусмотрены раздевалки и подсобные помещения. Объект сам по себе достаточно компактный, я бы сказал, но при этом современный. Аналогичный объект построен в Тольятти, в Фокус-Союз. И вот именно на основе этого Фокуса как раз и было принято проектное решение. Поэтому хороший, универсальный зал, в котором могут заниматься различные виды спорта, как групповые, это может быть футбол, баскетбол, волейбол, соответственно, так и индивидуальные виды спорта из категории единоборств и, например, художественной гимнастики. Продолжается реконструкция Дворца культуры имени Литвинова. Сейчас специалисты монтируют системы вентиляции, теплоснабжения, автоматического пожаротушения. Параллельно работы проводятся и на фасаде здания. Завершаются реставрационные работы по помещениям. Также завершается облицовка центрального фасада гранитом, монтаж крыльц и дальнейшая облицовка тоже гранитом, чтобы завершить полностью весь наружный контур здания. Оценили ход строительства Самарского планетария на проспекте Ленина. Он станет частью музея «Самара космическая». Внутри откроется звездный зал с куполом и зрительскими местами. Конференц-зал, кафе, студия для изучения космонавтики и астрономии. На крыше установят телескопы. Галина Топилина, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...